ПП или правильное питание бариатрика после операции. Привет народ, меня зовут Евгений Пугач, вы как всегда смотрите данный канал, значит вам интересна тема бариатрических операций, похудения и прочее. И речь сегодня пойдет о правильном питании для бариатриков. Ребят, небольшой дисклеймер, я не являюсь дипломированным врачом, а всего лишь тот, кто прошел две бариатрические операции, и мой изначальный самый максимальный вес был 180 с хреном килограмм, сегодня мой вес составляет немножко больше 90 килограмм. Я прошел две бариатрические операции, мою историю можете посмотреть в прошлых видео, а также можете кликнуть по ссылке в описании и попасть к нам в группу в Телеграм, где мы с вами можем пообщаться, где я отвечаю, где много бариатрика, короче, как-то так. Теперь речь пойдет о правильном питании для бариатриков после операции. Это видео будет интересно тем, кто прошел уже примерно месяца три и больше после операции, а также те, кто планирует эту операцию и хотят понять, что же такое ПП, правильное питание для бариатриков. Ребят, для начала я хотел бы вам показать, как всегда, свой стаканчик одноразовый. Это раз, и два, перестаньте делать одну и ту же ошибку, перестаньте нахрен считать калории, это для нас не актуально. Особенно это не актуально для тех, кто прошел шунтирование желудка, неважно какой, мини, макси, там, неважно уже, да, ссади или еще чего-нибудь. Почему? Значит, я, как всегда, в каждом ролике высказываю только свое мнение, которое основано на общении с бариатрическими диетологами. Я нахожусь в Израиле, в Израиле бариатриками занимаются очень-очень сильно, очень правильно, то есть вплоть до того, что мы должны, если мы хотим, естественно, посещать диетолога, но не просто диетолога, а бариатрического диетолога. Поймите, на самом деле диетолог врачом не является, окей? А всего лишь человек, который прошел курс, то есть, к примеру, я могу тоже пройти курс и стать диетологом. Хочу я это? Нет, нет, я это не хочу, у меня немножко другая работа, и мне это просто не надо. А так бы, поверьте мне, я бы уже давно бы это сделал. На самом деле, самый хороший диетолог, самый правильный диетолог, это ваш лечащий врач, эндокринолог. Но мы не будем сегодня говорить о врачах, будем конкретно говорить, а что же такое правильное питание, и как бариатрик должен кушать, и почему надо отказаться от долбанного подсчета калорий. Потому что, когда вы начинаете подсчитывать калории, вы забываете о ключевых, фундаментальных принципах питания после бариатрической операции. В принципе, если же мы бы придерживались такого питания до операции, то, скорее всего, на операцию бы, наверное, не пошли. Я прекрасно понимаю, я даю себе отчет в своих словах, я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Как я уже говорил, прежде чем решиться на операцию, вы должны пройти врачей, а также обязательно эндокринолога, потому что если у вас есть какие-то проблемы с гормонами, особенно это касается дам, то похудеть у вас просто тупо не получится. Да, естественно, вы после операции скинете сколько-то там килограмм, даже может быть очень много, но если вы не решите проблемы гормональные, то, извиняюсь, за задницей эта операция, она не поможет. То есть через примерно год-полтора, вот вы слышали, скорее всего, в разных видео, да и моих, и не только, что вот у вас есть примерно год-полтора, чтобы сбросить вес, потом это работать не будет. На самом деле это не совсем так, потому что я в прошлом видео уже рассказывал, да, про эти вещи. Если вы будете придерживаться простых правил ПП, правильное питание именно бариатриков, то вам не надо будет высчитывать калории, думать, гадать и прочее. Все на самом деле, ребята, идеально просто. Я повторюсь, вот мой одноразовый стаканчик, это примерно ваше меню. То есть сюда, в этот одноразовый стаканчик должно влезать все, что вы будете кушать, каждую вашу трапезу. Теперь, колоссальная ошибка, которую я просто вижу, знаете, я нахожусь на разных форумах, и не только, и я вижу, вот как бариатрик рассказывает про свой опыт. Вот стою утром, пью стакан воды, и потом начинается такое, что просто у меня глаза на лоб влазят. Вот беру, делаю себе перловку с молоком и вот этим завтракаю. Какой кошмар, какой бред, это неправильно, ребята, это фундаментальная ошибка. Бариатрик, который идет на бариатрическую операцию, если не будет придерживаться правил, которые я вам сейчас расскажу, ну, ничего у него не получится. И эта операция не поможет, повторяюсь, не поможет. Может быть, да, есть некоторые такие люди, у кого таки, да, они скинут некое количество килограмм, и они, может быть, не вернутся на свой изначальный вес. Но результат у них будет крайне мал. Знаете, вот я вот часто слышу вопрос, вот я скинула 5 килограмм, а моя подружка 25 килограмм. Ну, ребята, это бред, почему? Потому что у каждого сброс идет по-своему, а также все зависит от того, какой был изначальный вес. Ну, да ладно. Из чего должна состоять наша порция, наша пайка? И не важно, мы сейчас с вами говорим о завтраке, полденьке, обеде, ужине, поздном ужине, не важно. Вы должны делать такое правило для себя. Примерно половина, даже чуть больше вашей порции должна составлять белковая пища. Желательно с невысоким содержанием жира. То есть курица, индейка, да, я такое имею в виду. Дальше. Овощи. И если у вас остается место для углеводов, вот только тогда вы кушаете углеводы. Пример. Мы с вами берем, грубо говоря, обед. Очень просто. Индейка, немножко салата какого-нибудь там и пирешка. Так вот, вы начинаете кушать курицу или же эту индейку, потом вы кушаете овощи, и только в конце, если у вас остается место, вы только тогда кушаете вот эту вот пюрешку. Это основное правило, ребят. Если вы будете придерживаться этого правила, то вы будете держать себя в тонусе и будете скидывать ваш лишний вес. Теперь, легитимный вопрос, который, скорее всего, у вас будет. Женек, а как же вот праздники, дни рождения? Мы ходим иногда в рестораны, мы иногда выходим на улицу и делаем шашлыки и прочее. Ребята, поймите одну такую вещь. Не надо этого бояться. Вот вы сегодня идете с друзьями праздновать какой-то праздник, делаете там шашлыки и будете немножко пить горячительных напитков, скорее всего. Ребят, нет никаких проблем. Вам никто не запрещает отрываться. И это нормально. Сейчас вы скажете, Женек, ну вот я же отъем себе пузико, я съем что-то лишнего. Да не вопрос, не бойтесь в этих праздниках. Не бойтесь Нового года. Не бойтесь кушать оливье. Вы скажете, Женек, ты сейчас, наоборот, говоришь про правильное питание, а тут оливье и майонез и прочее там всякое. Ребят, нельзя отказывать себе в праздниках. Никто вам не говорит, что надо отказывать от той или иной пищи. Что я еще говорю очень много, что не надо кушать супчик. Что я имею в виду суп. Суп – это пустые калории, которые для бариатриков просто-напросто ненужная пища. Но если вы любите супчик, не отказывайте себе в супчике. Только не надо кушать его каждый день. Раз в какое-то время, раз в неделю, раз в две недели. Поймите, супчик нам сегодня, бариатрикам, не нужен. Да, понятно, если вы там приболели, заболели. Куриный супчик – это самая классная штука. Не бойтесь этого. Не бойтесь переесть. Я еще скажу даже больше, такая интересная штука. Если вы можете, кстати, это на себе протестировать. Вот возьмите для интереса, скушайте соленый огурец. И продолжайте кушать так, как вы кушаете обычно. Вы увидите, что в течение нескольких дней, а может быть даже до недели, у вас вес тупо остановится, и вы не будете скидывать в весе. Но, поймите, почему вы не будете скидывать? Вы, может быть, жировая прослойка у вас будет уходить. Но когда мы принимаем большое количество соли, как, к примеру, в соленой рыбке, там, в огурце, у нас в организме удерживается влага. Теперь влага у нас остается. Мы, когда ходим в туалет, не вся влага выходит. Часть влаги остается из-за количества соли, которую вы съели еще пару дней тому назад. И за счет этого у вас вес, как бы, может быть, даже никуда не уходить, а может быть, даже пойдет вверх. Но это не потому, что вы потолстели, а потому, что у вас в организме скопилась влага. Поэтому я желаю, советую принимать вам как можно меньше соли. Но, повторюсь, никто вам не говорит, что вам нельзя соленую рыбу или соленый огурчик. Ребята, можно. Надо просто придерживаться такого правила в обычные дни, в обычные дни питаться, стараться питаться каждые 3 часа. Это золотое, прям золотое, золотые 3 часа. И питаться вот таким стаканчиком. Теперь по поводу перекусов. Говорят, женек, а вот перекус, что мне перекусовать, чем? Поймите такую вещь. Вам нельзя, точнее, слово нельзя, оно неправильно, нежелательно кушать между приемами пищи. То есть, что я имею в виду? Если вы, скажем, кушаете, вы завтракаете, скажем, в 9 часов утра, следующий прием пищи у вас должен быть примерно в 12 часов. И нежелательно кушать там в 10, в 10.30. Не надо. Что очень многие из нас делают, такую ошибку, причем я эту ошибку делал тоже и не раз, каюсь, да. То есть, что значит, каюсь? Я рассказываю вам о своем опыте. Я мог между приемами пищи взять, скажем, яблочко. Нет проблем. Да, там есть сахар, это фрукт, все классно. Нет проблем. Но нежелательно этого делать, потому что когда вы кушаете не каждые 3 часа, у вас метаболизм немножко может приостановиться, и потеря веса может немножко задержаться из-за этого. Поэтому не надо. Если вы, скажем, съели яблоко, поймите, яблоко целое, или 3 четверти яблока. Допустим, я на сегодняшний день, спустя уже сколько лет, моя первая операция была, если я не ошибаюсь, в 2011 году, я уже не помню. Когда я тогда кушал, тогда вот после моей операции, я делал эти ошибки, я вот кушал, и я забыл одну такую вещь, что яблоко то же самое, да. Ну сколько я, я не могу до сих пор съесть целое яблоко, повторяюсь, там 3 четверти, это максимум, проверял. То же самое яблоко или же огурец, который вы съели, между приемом пищи. Ребят, это полноценный прием пищи. Повторюсь, одноразовый стаканчик. Теперь вы сейчас скажете, Женек, ну, ты как бы говоришь, бред, мы уже сделали операцию, мы уже там пару лет после операции, и этого стаканчика мало. Скорее всего, те ребята, кто мне про это скажут, я больше чем уверен, что у них вес сильно не уходит и не ушел. А может быть, даже они немножко поднабрали и вернулись к своему почти первоначальному весу. Ребят, когда вы делаете бариатрическую операцию, и вы кушаете каждые 3 часа, ваш организм к этому расписанию привыкает, и вам не нужно больше ставить никакие будильники и ничего, вы просто будете. Это происходит где-то через недели-полторы-две, организм уже привыкает к такому питанию, и вы просто будете голодный примерно через 3 часа после приема пищи. Это нормально. Это нормально, и тогда вы можете идти принимать следующий прием пищи. Повторяюсь, не надо отказываться от какой-то там пищи. Да, я прекрасно понимаю, что нам нежелательно кушать хурму и любую пищу, где есть очень много пищевых волокон, это известно. Но если вы любите, допустим, что-то или куда-то хотите пойти с друзьями, чего-то покушать, ребят, операция была сделана нами не для того, чтобы мы страдали, а для того, чтобы мы полноценно жили. И это основное. Но при этом надо не забывать, что есть жизнь, что есть еда, что есть соблазн вокруг. Если вы, скажем, видите какой-то продукт, какой-то продукт, и вы его не съедите, у вас может быть некая такая, как я это называю, синдром компенсации. То есть вы это не скушали? Ну, пойду тогда съем килограмм сала. Не надо. Не надо компенсировать. Ни в коем случае. Вот вы хотите сегодня что-то, да? Покушайте это. Но сколько вы это съедите? Не надо бояться этого. И все у вас будет хорошо. Поэтому, ребят, я делаю некое такое заключение. Количество. Вот это вот я специально не говорю 100-200 грамм. Я просто говорю одноразовым в стаканчике. И главное это в том, что основная масса 50-60 процентов должен составлять белок, потом овощи. И только потом, если у вас осталось место, вот только тогда вы можете взять углевод. И поверьте мне, у вас все будет хорошо. Потеря вашего личного веса у вас будет хорошая, если вдруг у вас вес застопорился, и вы вдруг в плато, которое длится больше, чем недели три, сделайте правильный выбор в голове. Переключитесь. Начинайте кушать правильно. И вот тогда вы продолжите худеть. И все у нас и у вас будет отлично.